Вечерняя прогулка по набережной. Семейная пара Жигульских уже смирилась с мыслью, что свой отпуск проведут дома. А ведь с сентября они должны были улететь в Таиланд, на побережье Тихого океана. Вместо этого бархатный сезон в родной Астрахани. О своем отпуске ребята позаботились заранее. Еще в апреле забронировали и выкупили пакетный тур напрямую у Натали Турс. В начале июля на электронную почту пришло сообщение от туроператора. Поездка аннулирована. В основном предпочитали раньше летать сами, то есть самостоятельно все покупать, бронировать билеты, бронировать отели. Ну вот в этот раз решили воспользоваться услугами туроператора, чтобы не заморачиваться. Никакой информации, никакой связи с туроператором больше не было. На телефонные звонки они не отвечают, трупы не берут. Соответственно, у нас выхода нет. И для того, чтобы вернуть свои средства, потраченные на это, мы сейчас обращаемся в суд. Так же, как с Жигульским, забыть об отдыхе и путешествиях пришлось тысячам клиентов Натали Турс. Большинство из них – жители Москвы, Санкт-Петербурга, Татарстана и Калининграда. В конце июня туроператор отменила все чартерные рейсы в Европу, Эмираты и в азиатские страны до конца сентября. Туроператор задолжал туристам по разным оценкам около 10 миллионов долларов. 5 тысяч клиентов могут претендовать на компенсацию. Среди них полтора десятка астраханцев. Но пострадавших могло быть гораздо больше. Многим повезло. Они улетели на отдых в мае и в середине июня. За несколько недель до оглашения финансовых проблем Натали Турс. На тот момент, когда Натали Турс объявила об аннулировании своих туров, клиентов от данной компании у нас не было. Пострадавших от нашей компании нет. Также нет заявлений с следственной органы. Нет пока жалоб клиентов этого туроператора и в региональной службе Роспотребнадзора. Зато есть претензии на местное турагентство с похожим названием «Натали Тур». Как объяснили нам в службе, все разбирательства в сфере туризма сложные. Клиентам советуют внимательно читать договоры. В прошлом году, например, была жалоба. В суде трудно было установить надлежащего ответчика, потому что турагент ссылается на туроператор, туроператор ссылается и на другого туроператора по внутренним агентским договорам. С заявлениями обманутые туристы обращаются и в областную прокуратуру. Но ведомство все жалобы перенаправляет и Роспотребнадзор. Только за полгода было передано 10 таких жалоб. В любом случае прокуратуру советуют не медлить с заявлениями. Законом предусмотрен претензионный порядок, когда турист в течение 20 дней после окончания срока действия договора вправе в письменной форме обратиться к туроператору с соответствующей претензией. А если в ее удовлетворение отказано, вправе обратиться в судебные органы за соответствующей защитой. В суд, минуя прокуратуры и Роспотребнадзор, обратились клиенты и турагентство «Артес Тур». Об этом посредники туристы давно нелестно отзываются в социальных сетях. Но люди все так же идут и покупают туры через это агентство. Милана Джамбекова в их числе. Она с мужем должна была провести медовый месяц в Турции. Вылет переносили, а потом и вовсе отменили. Компания до сих пор не вернула деньги за испорченный отдых. Сейчас пара судится с «Артес Турум», пока отвечик не явился ни на одно судебное слушание. Галина Аникина не подавала в суд. Она решила взять компанию, что говорится, измором. Еженедельно оббивала пороги офиса на Испланадной. Мне Ильвиса Елена Александровна вернула 150 тысяч и написала уже очень очередную расписку. Их у меня уже много, что она вернет мне оставшуюся сумму 12 сентября. Я, конечно, на это очень надеюсь, но не знаю, будет это или не будет. Те деньги, которые мне отдали, вот эти 150 тысяч, я думаю, что это просто очередная жертва. Ирина Александровна с кого-то тоже взяла с путевки, отдала мне. Вот у меня мое такое, честно сказать, глубокое убеждение. Чтобы вернуть потраченные средства, надо потратить время и нервы. Крупный туроператор не признал себя банкротом, а только аннулировал туры. Поэтому страховая компания вправе сейчас отказывать в компенсации. Обманутые туристы в ближайшие полгода точно будут изучать не рекламные буклеты туров, а закон о защите прав потребителей.